В читальном зале одного из шимкенских вузов яблоку негде упасть. Домкомы, уличкомы, депутаты, общественники и просто неравнодушные граждане пришли узнать, сколько требует монополист за качественное отопление. В результате износа оборудования, который сейчас составляет 60%, у нас 208,6 гигакалорий нормативных и 129,3 сверхнормативных потерь. Повышение тарифа позволит нам постепенно заменять теплосети. По нашей инвест-программе запланировано замена 162 км сетей в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, мы говорим о необходимости поднятия заработной платы нашим сотрудникам, ведь сегодня она едва ли не самая низкая по стране. По словам теплоэнергетиков, повышение тарифа будет складываться следующим образом. Сейчас тариф составляет 81,7 тенге за 1 квадратный метр общей площади. В 2015 году планируется поднять тариф до 105 тенге 68 тен за 1 квадратный метр. В 2016 году – 111 тенге и 92 тен за 1 квадратный метр. В 2017 году – 117 тенге 42 тен, в 2018 году – 123 тенге и 18 тен, в 2019 – 128 тенге 1 тен за 1 квадратный метр. Однако шенкенцев такая позиция тепловиков немало удивила. Активисты считают, что тарифы надо понижать, а не увеличивать для выплаты зарплат. Вы говорите «газ», «ремонт», «зарплата», но ответьте, во-первых, почему мы до сих пор используем импортный газ? И главное, какова зарплата вашего первого руководителя? Почему вы зарплаты себе за насчет поднимаете? Докладчица долго не могла найти, что ответить, пока ей не подсказали. Что касается газа, то узбекистанский газ, который является основным топливом для ТЭЦ, оказывается дешевле, чем казахстанский, пояснил руководитель департамента по регулированию естественных монополий Бахтияра Талыков. Да, казахстанский газ дешевле, но транспортировка очень дорогая, и в результате получится, что наш свой газ для нас намного дороже. Вы можете спросить, почему в других областях тариф на газ ниже? Я могу ответить, потому что они пользуются не природным, а попутным газом. Впрочем, объяснения тепловиков, даже поддерживаемые главным антимонополистом Юга, жители не убедили. Кайрат Алдобеков исполняет обязанности домкома. Мужчина говорит, что даже действующий тариф далеко не все могут осилить. Минимальный долг по отоплению по нашему дому – это, знаете, от 600 тенге до 300 тысяч. И вот люди, если я еще раз скажу, что люди по прежним, да, по нынешним тарифным ставкам не могут, да, не вовремя оплачивают, смотря там от жизненных обстоятельств, да, или экономической их составляющей. А если тем более повысят цены, я не знаю уж, как люди будут платить. Сейчас депиторская задолженность предприятию, снабжающему город теплом, составляет 1 миллиард 149,3 миллиона тенге. Причем около 80% от этой суммы должно население. Заявка на повышение тарифа сделана. Теперь антимонопольному ведомству предстоит решить, насколько она оправдана. Причем около 80% от этой суммы.